Хорошо, Шапира, поехали. Лично мне еще раз сказали, что в последний раз, когда мы действительно сидели вместе лицом к лицу, был июль 2020 года. И вот мы здесь, в свободном штате Флорида. Ты сделал это. Не все, что я говорю, является пророческим, но это было похоже на легкий вызов в то время, и оказалось, что это действительно очень легкий вызов. Хорошая новость заключается в том, что вы действительно получили прибыль от дома, который вы купили в Лос-Анджелесе, так что вы не были полностью одурачены в этом вопросе. Это правда. Чего я и боялся, когда ты купил этот второй дом. Я скажу, что ты мог бы сэкономить себе несколько лет и много денег в виде подоходного налога. Много денег, бесплодные усилия по свержению Гэвина Ньюсома на выборах отзыва. После этого меня проверил штат. Твой оптимизм имел свою цену. Я пытался, я пытался. Ты же знаешь, что я имею в виду? И попытки всегда стоят того, не так ли? В этом мире, в котором мы сейчас находимся. Я хотел бы, чтобы это было правдой. Нет, я хотел бы этого. Были. Ты уже перешел на другую сторону. Ты же знаешь, что каждый раз, когда мне кажется, что я достиг дна пессимистического колодца, оказывается, что подо мной есть целые лиги. Я всегда могу найти новые поводы для пессимизма. Хорошо. Так что давай сделаем кучу всего здесь. Мы, очевидно, уже делали это по скайпу и тому подобное пару раз, даже просто за последние несколько месяцев, но прошло уже довольно много времени с тех пор, как мы сидели вместе. На самом деле, у меня здесь есть заметки, которые я ненавижу, но я хочу как бы охватить все. В некотором смысле я хочу сделать это так, как если бы я никогда не видел тебя раньше, или не знал кое-что о тебе, или не брал у тебя интервью раньше. Потому что я думаю, что существует много путаницы в отношении тебя и твоих позиций. То есть ты находишь это странным, что люди, которые говорят так же точно и быстро, как ты, кажутся сбитыми с толку по поводу твоих позиций. Да. И я нахожу это глубоко сбивающим с толку. Потому что, опять же, я публично высказываюсь обо всем, по крайней мере, в течение 20 лет. Я начал писать синдицированную колонку, когда мне было 17 лет, а сейчас мне 40. Так что мне странно слышать, что нужно далеко ходить, чтобы узнать мое мнение, но онлайн мир — это нереальный мир. И фраза, которую я часто ловлю себя на том, что использую в последнее время, — это «прикоснись к траве». И людям нужно выйти на улицу и прикоснуться к траве, например, выключить X, выйти на улицу, прикоснуться к траве, выключить, выключить Instagram, выйти на улицу, посмотреть на небо. Как бы то ни было, реальность такова, что если вы хотите знать мои позиции, я открыто высказывался буквально обо всех из них. Я не был неясен по этому поводу. Конечно, есть люди, которые будут стремиться исказить эти позиции во что-то, чем они не являются. И я понимаю, что такова природа игры, не то чтобы там ничего не изменилось, но изменилась распространенность и скорость, с которой это происходит. И за последние несколько лет ситуация значительно ухудшилась. Как вы уравновешиваете это для себя? Потому что я все время говорю об этом в шоу. Я имею в виду, что мы живем в этом цифровом мире, мы, по сути, существуем в Матрице. Я бы сказал, что если вы проводите там больше 12 часов и 1 секунды, вы, по сути, являетесь просто батарейкой для этой штуки. В то время как мы все выходим на улицу, и по крайней мере здесь, во Флориде, у нас есть функционирующее общество, у нас есть закон и порядок и тому подобное. Так что просто противопоставляя безумие, происходящее там, тому факту, что на самом деле все не так уж и здорово в Америке, мы к этому еще вернемся. Но между этими двумя вещами существует огромная пропасть. Это точно. И я думаю, что для меня большой шаг, который я сделал в своей жизни, был сделан, наверное, 5-6 лет назад, когда моя жена обратилась ко мне и сказала, Твиттер даже тогда отнимал у тебя слишком много времени и съедал твою жизнь. Тебе действительно нужно убрать Твиттер со своего телефона. И я убрал Твиттер со своего телефона. Так что я сделаю вот что. Я проверю конкретные аккаунты за пределами Твиттера, где мне действительно придется приложить усилия, чтобы войти в Твиттер и посмотреть, что говорит конкретная новостная учетная запись, вместо того, чтобы просто иметь эту прокручивающуюся ленту новостей, которая также заполнена эхо-камерой о вас. Кнопка уведомления в Твиттере плохая. Она стала намного хуже с тех пор. Послушай, мне нравится, что Илон взял верх. У меня есть. Ты проверил уведомление Бен Шапира? Нет-нет, я отказался от этого давным-давно. Я скажу, что ситуация значительно ухудшилась с тех пор, как я стал проверять это после изменений в синей галочке. Да, я имею в виду, что изменения в синей галочке определенно открыли все шлюзы для всех, кто теперь находится в ваших уведомлениях. Так что это сделало его гораздо менее пригодным для использования с точки зрения удобства для пользователей и людей, о которых вам действительно небезразлично, комментирующих то. Что вы делаете? Но учитывая все вышесказанное «да», я действительно не очень часто проверяю Твиттер, за исключением новостей, когда я пытаюсь подготовиться к шоу. И я действительно стараюсь никогда не проверять уведомления, комментарии или что-то в этом роде, потому что это токсичность на всех уровнях сверху донизу. Хорошо, так что давай на мгновение поговорим о слоне в комнате, потому что я видел тебя на этой неделе у Пирса Моргана. Он несколько раз спрашивал тебя о Кэндис. Ты несколько раз говорил. Я не буду говорить об этом. Не хочешь говорить? Я скажу это и здесь. Да, это нормально. И ты знаешь, это интересно, потому что мы все в той или иной степени выросли вместе, и мы все вместе сделали миллион разных вещей, и публичные мероприятия, и сети, и все эти вещи. Мне кажется, что на данный момент она теперь свободный агент. Так получилось, что она оказалась на местных жителях, которые я создал, и мы были платформой, а не издателем, которым являетесь вы, ребята. Не могли бы вы хотя бы поговорить о том, где все это сейчас находится? Она не с тобой, она свободна. Она может делать все, что хочет, и быть там, где она хочет быть. И разница между таким издателем, как The Daily Wire и такой платформой, как Locals, заключается в том, что платформа должна иметь очень широкий спектр высказываний, которые она допускает, включая высказывания, которые, возможно, даже сами создатели не считают находящимися в пределах того, что они назвали бы окном Увертона. Это совсем не то же самое, что прямое субсидирование определенных мнений. Так что у The Daily Wire не было бы ведущего, который не платил бы ведущему, который был бы убежденным сторонником абортов. У них не было бы никаких обязательств платить ведущему, который был бы убежденным сторонником абортов. И поэтому, когда дело доходит до ведущих The Daily Wire, очевидно, что каждый может говорить то, что он хочет. Никто никогда не приходит ко мне и не говорит, что я не могу сказать Икс. Никто никогда не говорит, что это Уолш. И никто никогда не говорил этого Кендис. Но реальность такова, что в The Daily Wire есть окно Овертона. Очевидно, что это не было встречей умов. Это почти все, что я могу сказать по этому поводу. И ты знаешь, многое из этого происходило публично. Но поскольку The Daily Wire на самом деле не является издателем, это на самом деле не платформа, это издатель, это означает, что у The Daily нет моральных обязательств. И нет никаких проблем со свободой слова в том, что The Daily Wire говорит, что мы не хотим платить конкретному ведущему, или что ведущий говорит, что я больше не хочу здесь работать. Потому что, опять же, это расхождение во взглядах, которое, как вы знаете, на данный момент на самом деле не открыто для обсуждения. Тебя не удивляет, что так много людей даже с нашей стороны не понимают, как это связано со свободой слова и культурой отмены кавычек? Это все равно, что разорвать деловые отношения, пока ты не бросаешь кого-то в тюрьму, они могут быть везде, где только можно. Честно говоря, я не очень удивлен этой полемикой, потому что в определенной степени, я думаю, что правые отреагировали на эксцессы левых. Так вот, поскольку левые поступили именно так, они сказали, что окно Овертона должно быть закрыто так плотно, чтобы никто не мог залезать в окно Овертона. По сути, если ты находишься справа от Хилари Клинтон, тебя не могут пустить внутрь окна Овертона. Да, именно так. И не только в отношении платформ, но и в отношении издателей. Так, например, на этой неделе телеканал NBC News решил, что Ронна Макданиэл им не по зубам. Ронна Макданиэл не может работать в NBC News. Бывший главарнце не должен осквернять священные залы NBC News. Однако Джен Псаки может вести шоу на МСНПК, несмотря на то, что пять секунд назад она была пресс-секретарем Белого дома, верно? Реакция правых на это, я думаю, правильная. Вы, ребята, слишком плотно закрыли окно Овертона. Но я думаю, что некоторые представители правых по сути заявили, что окна Овертона не существует. Окно Овертона должно быть полностью раскрыто не только в отношении платформ, с чем я отчасти согласен, но и в отношении издателей. Так что NBC News обязана нанять не только Ронну Макданиэл, но и Алекса Джонса, например. А я этого не делаю. Подумай сам. На деловом уровне это не имеет никакого смысла, кроме свободы слова. Я имею в виду, что сети существуют не просто так. Верно, у них есть редакторские должности. У Daily Wire очень сильная редакторская позиция по широкому кругу вопросов. И, кстати, я должен сказать, что есть много людей, которые предполагают, что это связано с разногласиями по поводу Израиля. Я имею в виду, я могу с уверенностью сказать, что это не связано с разногласиями по поводу Израиля до такой степени, что вообще не упоминая здесь Кендис. Мэтт Уолш придерживается позиции, что Америке вообще не следует вмешиваться в дела Ближнего Востока. Позиция Мэтта Уолша, насколько я понимаю, и я говорил с ним об этом, заключается в том, что в конфликте между Израилем и Хамасом, Израиль, очевидно, является более моральной стороной, чем террористическая группировка Хамас, совершающая геноцид. Но также это очень далеко, он этого не делает, заботьтесь, и это не касается Америки. Это просто изоляционистская позиция в чистом виде. Я с ней не согласен. Я думаю, что это неправильно. Я думаю, что это недальновидно. Но опять же, он на нашей платформе. Это вполне укладывается в рамки приемлемого дискурса в Daily Wire. Так что идея о том, что вы должны точно отражать мои взгляды на то, что Израиль делает в Газе, очевидно неверна, исходя из списка ведущих, которые у нас есть в настоящее время. Очевидно, что здесь играет роль множество других факторов.